Меньше трёх месяцев прошло с открытия клуба по японской игре ГО в городке Воздвиженском. И вот первый турнир на новой площадке. Среди соперников – дети из Михайловки и Григорьевки. Для многих это первые соревнования по восточным шашкам. Три турнира идут одновременно. Это среди старших детей, среди младших детей и в отдельной категории соревнуются девочки. И турниры ведутся по круговой системе. То есть все играют со всеми соперниками. С виду непонятная для простого человека игра имеет очень простые правила. В ходе матча каждый по очереди ставит камни на пересечение линий. Задача – захватить, окружить какую-либо территорию доски и защитить её от нападений соперника. Длительность партии – от 10 минут до нескольких часов. Поэтому ГО по праву считается одной из самых сложных стратегических игр в мире. Среди юных участников выделился Алексей Романец. Играть начал не так давно – два месяца назад. Но уже освоил все азы и без труда обыгрывал оппонентов. Что нужно сделать, чтобы собрать камни со стола у противника? Нужно закрыть ему дыхание. Окружить его. Ну, например, вот. Вот, например, вот здесь. Я проходил вот так, вот так и вот так вот. Он проходил, например, сюда, я закрыл и забираю. Окружил его. Закрыл ему дыхание. Сегодня клуб ГО в Доме офицеров Городка насчитывает около 20 постоянных участников. Но число желающих пополнить ряды только растёт. К сожалению, всех принять не могут. Как говорит председатель федерации Сергей Марченко, не хватает наборов для проведения матчей. Больших успехов у нас нет пока, к сожалению. У нас материальная база подкачала. У нас мало комплектов для игры в ГО. Ну, со временем мы надеемся, что улучшится эта ситуация. Ну, а пока есть у нас то, что нам подарила федерация Приморского края. Этим играем. Несмотря на все сложности, ребята остались довольны соревнованиями. Победителям в категории до 12 лет вручили книги в подарок. Спортсмены постарше получили дипломы и медали. Зимой планируют устроить ещё один турнир, но уже с участием взрослых. Владислав Нам, Роман Адонин, Телемикс.